Друзья, всем привет! Небольшой анонс на наш офис. Ребята и кушают, и работают сразу же. Ну, все вы прекрасно знаете, что мы работаем с аукционами Японии и напрямую знаем всю эту кухню, как она устроена, прямо изнутри. Сейчас мы в сегодняшнем ролике хотим вам показать, как дурят продавцы Владивостока, ну, вас, вас покупателей. У нас, к нам обратился клиент по поводу покупки в продаже Привуса, то есть покупки 2015 года, 725, очень сладкая цена. Сейчас вы увидите, что будет говорить продавец, как он извивается, как уж на сковородке. Давайте сразу же разберем с вами объявление, вообще, как оно выглядит, что мы видим. Мы видим 92 тысячи пробега без пробега по России, то есть это уже третье поколение рестайлинг идет, у него, он в серебре у нас. Продавец пишет, что возможно продажа в кредит, но видно, что это площадка, то есть, ну, примерно площадки так они указывают, то есть, сильно ничего не расписывают, но по комплектациям они вот такими черточками, звездочками отмечают, и это сразу же понятно, что продажа. Так, ну, и мы также видим, что нет аукционного листа, про него вообще, ну, ни слова, то есть, теперь только беседа с продавцом может нам поведать, какая же все-таки была оценка и какой все-таки был пробег. То есть, мы видим, что автомобиль как бы без внешних признаков ДТП, то есть, ну, по фотографиям, можно сказать, сложновато его распознать, да, потому что фотографируют под специальным ракурсом, чтобы не было видно шагрения, оттенков, краски, если, например, они не попадают. Так что сейчас будем звонить напрямую продавцу и узнавать у него, какая оценка, с какой оценкой он выходил и с каким пробегом. Так, ну что, давайте позвоним продавцу как раз. Алло, день добрый. Добрый. Подскажите, по машинке звоню, продали? Какая? У нас их очень много. А, у вас площадка, да? Ну, вот, Prius заинтересовал 15-го года в серебре. Есть такой в наличии пока. Так, а вот, расскажите, по нему давно растаможили его? В начале мая растаможили аукцион 4 балла. О, это свеженький, да он? Да, да, свежий. О, хорошо. Седьмого, восьмого мая растаможили. Седьмого, восьмого мая. Ну, то есть, вы сами напрямую возите машины с Японии, никакого подвоха нету, да? Что-что, да, сами возим, много машин занимаемся. Отлично. А можете аукционник скинуть на этот номер? Потому что, давайте, давайте, сейчас, давайте, сейчас, сейчас, хорошо скину. Видим 4 аукционная оценка балла, 92 402 километра пробег. То есть, W мы видим по левой стороне, вот здесь вот, если вы видите, вот здесь W у нас стоит. Очень размыто аукционный лист, еле-еле видно. Ну, на первый взгляд, вроде бы он оригинальный, да, и, наверное, мало кто полезет в аукционную статистику пробивать. Но если даже вы поелезете его пробивать в аукционную статистику по номеру кузова, он вам ничего не покажет. То есть, он просто, ну, не даст совпадение с этим номером кузова. Конечно, мы его порыли еще больше, еще глубже. И смотрите, что мы нашли. Сейчас я вам покажу. То есть, мы видим, то есть, вот он у нас стоит в Японии. Вроде бы это север-юг Японии, потому что, ну, видно, что не зима, да, то есть, как бы, дальше, что видим, какая была значительная ДТП, получается, по левой стороне. Как раз там, где стоит у нас, получается, отметка W2. W2, это для того, чтобы потом продавец, который, покупатель, который приедет, начнет тыкать толщиномером, он скажет, так, у вас же здесь окрас, он скажет, так, а вот, это в Японии, то есть, ну, незначительно подкрасили, и все, ничего страшного нет. Скорее всего, ему просто перекинули двери там с другого приуса, но я не буду гадать, и смысла в этом не вижу, то есть, здесь самое интересное, что у нас вот аукционник, у него 192 402 километра, то есть, ему просто 100, ровно тысяч километров ему взяли и смотали. То есть, мы видим, что печать, автомобиль продается без претензий к аукционному дому, и, то есть, ну, указано, что вот места значительного ДТП. Сейчас я хочу позвонить продавцу и просто поговорить с ним, сказать, как так происходит, то есть, ну, и посмотрим, что он ответит. Алло. А, это вот по Приусу, по Приусу, звоним вам. Ага. А, подскажите, пожалуйста, вот у него здесь так аукционник, плохо сфотан, но я вижу, что у него W1 там по порогу, там подкрашивали, да, что-то? Да, да. Подкрашивали, да, это в Японии было сделано, да? Здесь в Японии подкрашивали, да. В Японии подкрашивали. А, если честно-то, то что с машиной происходило? Ничего с машиной не происходило, вся целая машина. Вся целая машина? Ну, то есть, вот так вот дурите всех людей, да? Да, да. Да, да, дурим всех таких людей, да? Ну, огонь, что? Не понял. Позвоните попозже, я знаю. Да я вам сейчас так скажу, что мне звонить вам? 192 тысячи пробега затоталенная в Японии. Вы на мне ее тут пихаете, как четырехбальную. Ну, понятно, что, что, что просто дурите, да и все. Чего? Все, ребят, вот, вот, вот вам просто на примере, как, как просто изощренно обманывают людей. Сейчас я вам покажу еще один автомобиль, чтобы у вас, ну, немножко было понятнее. То есть, смотрите, Honda Stream, продавец скидывает, вроде бы, вот, 3 балла. То есть, вы, ну, ничего не увидите, вот, у него, то есть, смотрите, А1, У1, А1. То есть, больше ничего нету, вроде бы, стримчик, неплохой, 116 тысяч пробега. Но аукционная 3 балла. Дальше, что мы видим? Если заказать перевод аукционного листа, то здесь, ну, опять же, мало кто, ребята, роет так очень глубоко. То есть, вы приедете, ему скажут, да, внутри аукционные листа, и продавец это не скрывает. На самом деле у нас, сейчас я вам покажу, расскажу. То есть, у нас, что мы видим? Днище, коррозия, сильная ржавчина, незначительная поверхность переднего бампера, консоль, обшивка стоек. То есть, по салону неприятный запах, незначительное загрязнение. То есть, обшивка двери царапины, ну, и сиденья продавлены. То есть, вот она, 3 аукционная оценка с хорошей коррозией. Ну, то есть, так что, друзья, всех ровных тачек не попадать, вот как на этого перекупа, которого мы выложим в любом случае к нам в соцсети, пусть он знает, чтобы людей больше не дурил. Все, всем пока. Спасибо.